Опасные танцы на высоте. В редакцию телевизионной службы новостей обратились жители микрорайона Грибоедовский. Из окон своих квартир они регулярно наблюдают пугающую картину подростков, разгуливающих на верхнем этаже недостроенного жилого дома. По словам Пермяков, дети беспрепятственно собираются на опасном объекте и часто устраивают танцы на высоте более 40 метров. Семь девчонок отплясывают на 16 этаже. Это видео сделано из окна соседней многоэтажки. Как рассказывают местные жители, тусовки с танцами, посиделками на краю высотки, играми в догонялки там же явление регулярное. Подростки приходят сюда в любое время. Девчонки, мальчишки ходят все, опасно, там может всяко случиться, могут сорваться, еще что-то сделают. Звоним в милицию, они приезжают, но к этому времени уже спускаются. И это происходит уже не первый год. О проблеме еще в 2018-м рассказывали наши коллеги. Тогда выяснилось, что забираются на эту крышу не только местные детвора, но и подростки из разных районов Перми. Нет, мы далеко живем, но по крыше узнали в одной группе, очень известной. Пройти на объект, как видно, не составляет никакого труда. От охраны здесь осталась только надпись на воротах. По закону обеспечить безопасность на подобном объекте – обязанность собственника. Но застройщик обанкротился еще в 2019-м году. Как нам сообщили в мэрии, содержание площадки в нормативном состоянии сейчас легло на плечи конкурсного управляющего. За ненормативное состояние ограждений на объекте к конкурсному управляющему компаунд Джувага направлено уведомление о явке в администрацию Мотовельхинского района для составления протокола об административном правонарушении. На заседании районной административной комиссии может быть принято решение о наложении штрафа. Последует ли за этим наведение порядка на облюбованном подростками недострое, увы, не ясно. Люди обращались в полицию, но и она тут также оказывается бессильна до первого ЧП. Здесь пока обошлось без них. Но интернет кишит видео с трагическими последствиями прогулок по заброшкам. В этом году в разных регионах страны уже двое подростков стали жертвами опасного досуга на недостроях.